Какое количество преступлений совершено на территории городского округа Мытища за 2017 год? Подводя итоги за прошедший год, вот касаемо преступности, вопрос задали. Всего в прошлом году на территории района было совершено 2934 преступления. Имеет место снижение преступности. То есть в прошлом году, к примеру, в 2016 году было на порядок больше преступлений совершено всего 3575. В истекшем периоде 2017 года было совершено на территории округа городского 20 убийств. В аналогичном периоде прошлого года было на 3 убийства больше совершено. Из числа совершенных убийств в 2017 году не раскрытыми остались 3 убийства. По таким преступлениям им особое внимание уделяется, поскольку преступление направлено против жизни человека. По нераскрытым убийствам принимаются все необходимые меры для того, чтобы были установлены все обстоятельства совершения преступления и лиц виновных в совершении. В настоящее время по тем преступлениям, которые не раскрыты, остались в 2017 году, работа продолжается, она не завершена. Как следственными органами, так и органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Как обстоит ситуация в округе по числу совершенных краж в 2017 году? Грабежей немножко увеличилось. 125 грабежей было совершено в 114-2016 году. Процент раскрытия таких преступлений в частности грабежей состоял 38%, к сожалению, не превышает даже половины. В 2016 году процент раскрытия вообще составлял 26%. То есть в истекшем периоде была активизирована работа, соответственно, мы видим уже динамику положительную в раскрытии этих преступлений. Сколько совершено преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств? И какая профилактическая работа ведется в этом направлении? На территории района совершено было 325 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. В том числе в эту цифру входят как сбыты наркотиков, так и незаконное приобретение и хранение. Конечно, основная масса таких преступлений – это незаконное приобретение и хранение. Но в то же время количество сбытов, по сути, приближается к числу выявленных приобретений и хранений, поскольку в любом случае на каждом приобретении и хранении, если человек где-то приобрел и хранил, значит ему кто-то продал. Если касаемо профилактической работы в целях предупреждения такого рода преступлений, в первую очередь, конечно, проводится работа органов внутренних дел с контингентом определенным, имеется в виду, с теми же лицами наркозависимыми. Да, но ни для кого не секрет, что эти лица есть, естественно, у них нужно постоянно приобретать наркотики, употреблять их и так далее. В первую очередь, с ними проводится очень большая работа проводится в образовательных учреждениях. Стали их исключить те факты, чтобы детей в это вовлекали. Проводятся органы внутренних дел и прокуратуры тоже, и с администрацией, в администрации антинаркотической комиссии. Есть совместная работа проводится, проводятся какие-то лекции, семинары, там разъяснения, в том числе ответственности. В СМИ информация периодически дается. Были ли зафиксированы случаи коррупции на территории округа за прошлый год? Касаемо коррупционных преступлений, если брать, рассматривать, точнее, конкретно взятки, да, если вас интересует, потому что коррупционные преступления могут быть не только взятки, это могут быть и мошенничества и другие с признаками коррупции. Вот, если в честном виде брать, рассматривать взятки, да, и дачу взяток, получение взяток, таких преступлений было совершено 12. Соответственно, возбуждено 12 уголовных дел. Это как и уголовные дела о преступлениях, а дача взяток, так и о получении взяток. Вот, в том числе возбуждались уголовные дела, возбужденные в отношении сотрудников органов внутренних дел, за принятие незаконных решений об отказе в возбуждении уголовного дела сотрудников подразделения отделом по вопросу миграции, МОВД России, Матичинская, связанное с оказанием незаконных услуг в интересах иностранных граждан. Я в детали подробнее задаваться не буду по этим делам, поскольку они еще в производстве находятся, вот, и в суд не направлены, поэтому, скажем так, сошлемся на тайну следствия. Вот, также было возбуждено уголовное дело у нас в отношении одного из преподавателей, одного из образовательных учреждений, который брал взятки со студентов за проставление оценок положительных, при сдаче сессий, вот, за экзамены, за счеты, а за некоторых из них писал курсовые, дипломные боты. Вот это дело уголовное также у нас расследуется. Редактор субтитров А.Семкин